приветствую друзья вас на моем канале испания жизнь нуля трансформация с вами я виктория уз и сегодня у меня в гостях наталья ступникова не только моя подруга но известные деятели испании мадрида и я хочу вам представить ее мы с тобой наташа познакомились как только ты открыла группу да я думаю что да да хочу вам сказать что мы с наталья практически одно время одинаковое время находимся в испании мадриде три четвертый год уже пошел четвертый год и скажи мне пожалуйста вот и администратор группы я мадератор между прочим администратор группы мадридские девчонки как тебе пришло в голову вот создать эту группу я думаю что все идеи давным-давно витают в воздухе просто назрела необходимость создать площадку для общения сначала для своих знакомых девушек в мадриде которые также как и я недавно переехали в испанию для того чтобы обмениваться информации собираться на встречи и так далее и подобные группы существовали уже на уровне испании они были довольно таки большие и очень сложно было найти информацию про мадрид ну и в общем то если ты чего-то хочешь создай это сам наверное таким образом появилась эта группа параллельно развивались и другие проекты но моя группа в итоге выросла и сейчас она довольно таки известна популярна среди русскоговорящих женщин в мадриде те кто живет или только собирается переехать вот такой источник информации площадка для общения и не только хочу сказать площадка для общения также у нас публикуются всякого рода как правильно сказать информации объявления мероприятия также вы можете найти работу это предупреждаю эта группа только для девочек да это особенности это на наши особенности и там нет там полностью все у нас и работу если вы ищете например или вы ищете косметолога врача русскоговорящего все полностью что вас интересует вы и даже если нету какой-то информации вы спокойно спрашиваете у девочек и я вам скажу у нас группа очень добродушная все друг друга поддерживают у кого чтобы не случилось это действительно так конечно же во многом зависит и от того какую атмосферу и какое настроение в группе задает администратор с викой стараемся поддерживать действительно доброжелательную атмосферу чтобы все девушки чувствовали себя защищенными чувствовали себя как дома и могли найти для себя как полезную информацию так и просто приятное общение и подруг у нас безусловно я вот как раз когда шла на встречу с викой я думала какие же у нас популярные самые запросы в группе и конечно же на которые практически всегда девочки получают ответы решения это прежде всего это общение прежде всего не хватает нашим девочкам здесь общение поэтому очень часто мы объединяемся по интересам о наличию например или отсутствию детей о каким-то еще другим признакам но в любом случае в такой уже большой группе довольно таки легко обнаружить родственную душу и стопроцентное общение чтобы не чувствовать себя одиноким за границей стопроцентно и также я хочу еще заметить что у нас есть женский клуб лавида избей я чуть-чуть расскажи об этом потому что как бы саму себя не хочется ну да также в мадриде и в общем-то онлайн существует такой проект как женский международный клуб лавида избей я когда появилась идея этого клуба я в своей группе мадридские девочки объявила ну скажем так конкурс это был конкурс без приза просто хотя может быть какие-то были призы если честно я уже даже не помню вроде бы первая встреча вход бесплатный мы разыграли первую встречу на тренинг по исполнению желаний да 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 и в общем суть чтобы получить приз нужно было предложить какие-то названия для нашего клуба и в итоге один из вариантов стал название женского клуба лавида избей а что означает по-испански жизнь прекрасна это довольно такие распространенные фразы, и на русском языке, и, в принципе, на других языках. Нам очень она понравилась, и предложила ее именно Виктория. Мы еще на этот период не были знакомы лично. Ну, мы вот тогда, наверное, с тобой познакомились, и первый раз увиделись как раз-таки на встрече нашего клуба в Мадриде. Это было перед Новым годом. Мы обсуждали, как загадывать желание, чтобы они исполнялись. Вика, у меня к тебе вопрос. Вот ты прошла несколько лет назад этот тренинг. У меня есть записи до этой поры? Да, до этой поры. Помнишь, я тебе рассказывала, что я вскрою эти письма? Ну, даст Бог, все будет хорошо, мы обязательно организуем встречу. И у меня есть эти письма, которые я писала тогда 2-3 года назад, и по желаниям, по всему. Я вам скажу, что девочки и мальчики, желания, если вы их действительно желаете, и вы четко имеете представление, чего вы хотите, да, они 100% вас сбудут. Я очень рада. Ну, видишь, наша встреча в тот момент произошла совершенно не зря. Я очень рада. Я тебе скажу, я вот, извини, что перебиваю, я раньше курила, честно признаюсь, курила очень много, и это очень вредная привычка. Я помню, что мы не раз с тобой встречались, я говорила, блин, как ты мог бросить курить, так тяжело. И ты верила тогда, ты вот одна из немногих, которая верила, говорила, что еще страшно, получится, все ты бросишь, что у тебя получится. И одно из моих желаний, это было записать, бросить курить, потому что привычки такие, ну, они, ну, я не знаю, лучше, наверное, кто не курит, не начинать. Это вам 100% говорю, потому что это очень тяжелая привычка потом, чтобы от нее избавиться. И такие, я уже десятый месяц, как не курю. Уже вообще ни одной, ну, куришки меня поймут, не затяжки вообще, и оно меня даже не тянет, когда вот есть рядом люди, которые курят, я уже спокойно отношусь к этому, ну, полностью. Поэтому все, что вы желаете, ребята, все обязательно сбывается. Также, ребята, я являюсь официальным партнером компании «Наш Мобиль», которая является также партнером моего YouTube-канала. И внизу в описании будет полностью мой промокод, если вам будет интересно. Сейчас Наталья представит эту компанию, как она начиналась и на каком уровне есть. А вы подписывайтесь и используйте мой промокод и увидите, какие вас ждут скидочки. Спасибо, Вика, за рекомендацию. Расскажу немного о нашем проекте. Он находится сейчас в расцвете и в развитии. Это компания «Мобильный оператор». Также мы называем его «Телекоммуникационный оператор» по праву, который мы создали в прошлом году. Нашей компанией скоро будет уже год. Мы предлагаем услуги мобильной связи, мобильный интернет, интернет для дома и офиса для русскоязычного населения Испании. Компания «Наш Мобиль» название уже говорит о том, что «Наш мобильный оператор» – это наш слоган. И в данный момент покрываем всю Испанию. И вот Вика стала… Потихонечку будем развиваться, чтобы сюда встретили всю Европу. Совместно с такими активными партнерами, как Виктория. Надеемся, что о нас узнают все больше и больше людей. Потому что наша миссия на самом деле улучшить, упростить жизнь русскоязычных людей в Испании. Поскольку вопросы связи всегда очень важны, особенно важно оставаться на связи также со своими близкими, которые находятся в других странах. Плюс сейчас, в принципе, современная жизнь просто немыслима без связи, без мобильного интернета. Сейчас даже не сколько звонки, сколько пользуются все мессенджерами для общения. То есть нужно быть постоянно на связи. Это важно и для работы, и для учебы, и для личной жизни. Для всего, например. Для, например, для таких чудесных хобби, как у Вики, которое в будущем, надеюсь, станет таким… Прибыльным. Прибыльным занятием, конечно же. Как ты создаешь, в общем-то, контент для интернета. И интересный контент, судя по тому, какие видео уже у тебя вышли на канале. Спасибо. Поэтому как же мы можем не поддержать талантливые начинания наших соотечественников здесь, в Испании. С удовольствием это делаем и призываем присоединяться к нам. Не только нашими клиентами, но и нашими партнерами и вообще, в принципе, в любых смыслах этого слова. Да, если у вас есть какая-то идея, или вы уже начали развивать свою какую-то идею, и вам нужен или совет, или партнер, здесь в Мадриде непосредственно, если вы находитесь в странах СНГ, в Белоруссии, в Украине, в России, или в других странах Армении, Грузии, где нас смотрят практически все страны СНГ. Это здорово. И ты приехала из Белоруссии сюда, в Мадрид. Мой такой первый и, скажем так, основной вопрос, который я задаю нашим девочкам. Первые впечатления твои о Испании. И как твои первые впечатления были, когда ты переехала? Ну, первые месяцы, конечно, это было похоже просто на какой-то затянувшийся отпуск, поскольку я переехала, на тот момент у меня не было работы, я не очень хорошо говорила по-испански. Я знала примерно, что такое Испания, но при этом ездить в отпуск всё-таки это не то же самое, чтобы здесь жить, работать, искать себя, своё предназначение. И поэтому, ну, я не сидела без дела сразу, я поняла, что мне нужно чем-то срочно заниматься, и, возможно, мне пришлось бы и поучиться, но... Ты училась, расскажи тоже об этом. Да, я училась и продолжаю учиться. Я сейчас учусь в дистанционной бизнес-школе, изучаю маркетинг, изучаю управление предприятиями, как в магистратуре. Но поскольку я работаю, соответственно, не могу всё время посвящать учёбе, но, в принципе, я могу сказать, что каждый день я учусь. Я покажу различные курсы, так как сейчас моя основная специальность – это маркетинг, это коммуникации и связи с общественностью. Я продолжаю ежедневно развивать свои навыки, усиливать свои знания в этих направлениях. Ты знаешь, что я люблю, извините, когда-то, Наталья, не знаю, помнишь ты или нет, вот я сейчас помнила, дала мне один совет. Мы были как раз, тоже был какой-то тренинг по поводу учёбы, я тогда тоже как раз пошла в эту школу, в бизнес-школу в Барселоне учиться, ты мне тоже порекомендовала. И, ну, даже не в этом. Мы с ней разговаривали, у меня ещё не было как бы резиденции, как бы я не знала, как. Потом я об этом отдельно ещё сделаю видео о том, какие есть подводные течения о учёбе, но это в следующих видео. А ты мне тогда сказала бы, я говорю, хочу учиться, хочу, не знаю как, вот нет резиденции, то есть всё. И ты на одном из наших встреч сказала, что есть столько бесплатных онлайн-курсов. Я тогда думаю, блин, как это бесплатные онлайн-курсы? И вы знаете, сейчас я уже беру плату, и мне, слава богу, позволяет моё состояние финансовое, я уже могу себе позволить. Потому что на тот период, когда мы с тобой познакомились, это был тоже один период, скажем так, становления моего здесь, в Испании. И я тебе скажу, что мне очень тогда по себе, я думала, ну как бесплатные курсы, во-первых, не существуют ли они бесплатные курсы? Как бы, ну, как это, ну, само по себе не сочетаются эти слова, бесплатные курсы. И я потихонечку один нашла бесплатный курс, потом там, и так скажем так, от тех слов мы сегодня пришли сюда. Как бы я потихонечку, 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 чем я могу заниматься, как, что. И за год я тебе скажу, да, где-то так, год прошло, а то есть встречи плюс-минус. И я вам скажу, что я очень много себе изменила. Я брала даже такие курсы, которые мне казались, что это, они вообще не для меня. Ну вот, есть, все равно у вас есть Facebook, там, Instagram, у вас идет реклама. Ну, какая-то реклама, там всплывают окна, вот есть там, первые, они вас завлекают. Всегда есть бесплатные, первые, первые занятия бесплатные, они вас завлекают. Но иногда в этих занятиях очень интересно, и вы ловите какие-то мысли, вы ловите взгляды, потому что человек работал. Не пожалейте своего времени и заходите на бесплатные онлайн-курсы всегда. Если они вам не понравились, вы в любой момент выключили, и все, и дальше как бы не смотрите. Безусловно, безусловно. Конечно, я рекомендую не все подряд курсы проходить, потому что время наше ценно. Но желательно по отзывам, по том, насколько вам близка личность спикера. Даже вот в таких магнитах, как ты говоришь, бесплатный какой-то вебинар перед проведением платного курса. Часто дают спикеры полезные советы, и если их применять, то в любом случае вы заметите изменения. Изменения не сегодня. То есть правильно употреблять эту информацию, которую вам дают. Но опять же, не все, что есть, конечно, в интернете. Правильное, да, правильное надо отзывать, что тебе надо и что тебе не надо, но как бы все равно. С пользой из головой использовать информацию. Сто процентов, сто процентов. И на данный период сейчас у тебя какие планы? Какие, вот, потому что, я вам, ребята, скажу, Наталья, это когда ты сидишь возле Натальи, ты уже полна энергии. Это все, ты человечек такая батареечка, которая заряжает. И у тебя сто процентов какие-то новые есть планы? Ну, конечно. Во-первых, самый основной и главный план – это развивать нашу компанию, наш модель. Мы планируем этой весной запуск новых услуг. Мы также в конце мая планируем бизнес-мероприятие для всех наших клиентов, партнеров и всех желающих именно по бизнесу. Без разделения на мальчиков и на девочек мы будем ждать всех гостей из всех городов Испании и также всех желающих из других стран. Также посредством моих контактов можно следить за информацией. Мы все в ближайшем времени разместим. То есть мы готовим к запуску новые продукты, услуги, улучшаем сервис каждодневно. Мы готовим бизнес-мероприятия. Также я лично, так как я не оставляю свою идею про необходимость женского клуба «Лави Дэйс Бэя», В рамках этого клуба также я собираюсь в конце марта провести семинары известного психолога и психотерапевта из Барселоны Ольги Кавер по очень интересным техникам для улучшения жизни, которые называются «Эксэс Барс» и «Эксэс Фэйслифт». Также с удовольствием поделюсь с вами информацией. По всем вопросам можете обращаться ко мне, поскольку я занимаюсь организацией этих тренингов в Мадриде. Планируются они 29-30 марта. То есть уже можно писать, заказывать, запрос, да, остался чуть более месяца. Ну и это из основных планов на ближайшие три месяца. Вообще иногда эти планы приходят совершенно как-то неожиданно, но работы много хватает. Я тоже недавно смотрела и действительно, как бы идеи летают в воздухе, ребята. Если вам какая-то идея приходит, надо ее воспользоваться сейчас же. Это, между прочим, кто-то из мультимиллиардерши, это русская мультимиллиардерша сказала, Татьяна. Я забыла, я недавно смотрела «Самая богатая женщина России». Как ее? Я забыла, честное слово, забыла ее фамилию. Если вам можно, я оставлю в комментариях, как она. Я смотрела ее интервью с Игорем, тоже с миллионером, с основателем компании. Ой, я вам напишу, потому что я забыла, честное слово. Я вам потом напишу. И в комментариях очень интересное видео. Кто хочет, он, этот Игорь, он начал свой бизнес с тысячи рублей и стал мультимиллиардером, который исчисляет его капитал, исчисляет в миллиардах, миллиардах уже исчисляет. И Татьяна, которая была, как скажем так, только родила ребеночка, сидела дома, говорит, надо было чем-то заниматься, она учитель английского языка. И говорит, тоже, ой, получилось так, что заниматься не совпадал график кормления ребенка с дачей уроков, у дачи классов. И получается так, что она дошла до того, что она придумала свой онлайн-магазин. Муж ей, правда, помог, и она сейчас первая женщина, самая богатая женщина России. Наверное, это магазин Wildberries. Wildberries, да, да, да. Он единственный магазин, я потом оставлю ссылочки, но он единственный интернет-магазин, в котором ты можешь все померить, ничего не купить и не потратить ни копейки. Тебе приходит без предоплата. Это единственное, его еще говорят интернет-магазин убийца всех остальных интернет-магазинов, потому что ты можешь доказать, тебе все пришло, ты померил, если тебе подошло, ты уплатил, нет, ты просто отправил и все. Поэтому так, поэтому всегда есть возможность развиваться и как бы стать на тот уровень, которого вы желаете. А смотри, Вика, интересно то, что сейчас бизнес очень много онлайн, правда? Да. То есть даже если ваш бизнес физический, мы не можем остаться ни в коем случае без физического бизнеса, иначе как мы будем пить кофе в чудесном кафетерии на веранде, секторе и так далее. То есть физический бизнес будет жить. Но сейчас очень важно присутствие любого бизнеса онлайн. Но как заставили этот кофе сюда? Ну, это может быть был заказ онлайн, скажем так? Безусловно, конечно, конечно, конечно. Поэтому очень важно сейчас присутствовать в интернете. Поэтому то, что ты сейчас создаешь полезный контент, видео для людей, которые только начинают свою жизнь в Испании или только собираются, это очень важно и ценно, я считаю. Твоя точка зрения, несмотря на то, что есть и другие каналы, и другие блогеры, все равно твой канал, я считаю, ценен тем, что очень ты ведешь его откровенно, непосредственно. Поэтому желаю тебе в этом успеха. Спасибо, спасибо. Это оценят многие люди, поверь. Благодарю. Итак, ребята, если вам было интересно наша беседа, ставим лайк, подписываемся на мой канал, пишем комментарии. Если вам есть какие-то вопросы, мы всегда вам с удовольствием ответим. Все ссылочки с нашего видео я оставлю, как говорила, ниже в описании. И до скорых встреч. С вами была я, Виктория Ус и Наталья Ступникова. Люблю, целую. Все, пока. Пока, пока.